В течение нескольких дней в структурном подразделении Щелковского колледжа на улице Сиреневая проходят итоговые соревнования 5-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2022». Участники соревнуются по такой интересной и всегда актуальной нашей декомпетенции, как ландшафтный дизайн. Это направление включает в себя целый комплекс решений по благоустройству территории с использованием природных компонентов. Именно благодаря ландшафтному дизайну ваш сад может стать уютным. По традиции в чемпионате принимают участие студенты из городов со всей России, от Калининграда до Сахалина. Так, например, студентки Петербургского колледжа приехали в Щелково вместе со своим преподавателем, чтобы показать, на что способны ландшафтные дизайнеры с северной столицы. В Санкт-Петербурге наш региональный конкурс закончился в феврале. И, в общем-то, отдохнули, наверное, неделю и уже приступили к подготовке к этому соревнованию. Варшафтный дизайн – это не только посадка растений, то есть это достаточно такой сложный комплекс работ, что это такая серьезная работа, ну и девчонки, вот они на уровне пацанок это все делают. У нас в этом году поточная система, у нас 4 потока будет, 21 команда, поэтому ребята строят сады. Ребятам выдается конкурсное задание, которое состоит из рабочих чертежей, и ребята должны за 2 дня, за 10 часов собрать фрагменты сада. Возраст студентов, принимающих участие в чемпионате, разный. Самым юным участникам здесь всего 14 лет. На каждое задание конкурсантам отведено в общей сложности 4 часа. Нужно успеть отработать все возможные техники ландшафтного дизайна. Мы три типа мощения отрабатывали, вот природный камень, пошаговое мощение, ну и, конечно, так как мы ландшафтный дизайн, да, это обязательно растение, в основном упор делали в работу с растениями. Подведение итогов чемпионата WorldSkills Russia 2022 планируется провести уже в ближайшее время. Профессиональным жюри будут определены самые лучшие и талантливые начинающие ландшафтные дизайнеры. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.